Всем привет, мои родные! С вами Макс Пояснит, и я с гордостью вам представляю наш новый формат под названием «Истинное лицо». Его суть достаточно проста, и заключается она в том, что я буду проводить, скажем так, подробный анализ творчества того или иного блогера, где я буду выражать исключительно субъективную точку зрения, и это не значит, что я буду стараться находить в обозреваемом контенте исключительно плохие стороны. Нет, я буду искать как и плюсы, так и минусы, а в конце всё это подытоживать и делать какие-то выводы. В общем, посмотрите и всё поймёте, хули вам разжёвывать, не маленькие же вроде. Ну и как вы могли уже понять, сегодня под нашим прицелом творчество таинственной волосатой руки стрёмного обзора и его подельника кота по имени Жора. За относительно короткий срок они сумели окружить себя очень преданной базой фанатов, которых на канале уже более 140 тысяч, а это значит, что в контенте определённо должна быть некая изюминка, которую я попытаюсь, конечно же, найти, но ничего не обещаю. Поэтому смотрим рекламу и начинаем. Let's go! Итак, ребятки, стрёмный обзор, значит, основной контент его канала преимущественно составляют анбоксинги шмоток и кроссовок от разных популярных брендов, где автор достаточно объективно оценивает качество и функциональность приобретённых им вещей. Даже если айтемы приходят ему бесплатно, так сказать, за рекламу, стрёмный всё равно скажет, как есть. Если говно, значит говно. Если всё чётко, значит всё чётко. И этот фактор, естественно, является первым и самым важным плюсом в его копилке. Неважно, на чью продукцию ты делаешь обзоры, сколько тебе заплатили. Если вы делаете говно, стрёмный об этом скажет. Я почему-то в этом уверен. И, возможно, большинство аудитории пришло к нему именно из-за этого хорошего качества. Также не могу не отметить хорошую харизму автора, хоть он и тот ещё матерщинник, что не всем по нраву. В его подаче есть что-то такое, что притягивает и заставляет верить этому человеку. И это учитывая то, что свои ролики он записывает, скорее всего, одним кадром, без всяких там сценариев и прочей лабуды. Да, безусловно, в этом есть свои плюсы, искренние эмоции, непредвзятость, все дела, но и минусы тоже имеются. Как по мне, мата должно быть в меру, а у стрёмного его порой бывает выше крыши. Я понимаю, что без острого словца было бы достаточно скучно, но везде должна существовать некая грань. Поэтому в его копилку я добавлю как минус, так и плюс. Едем дальше, и следующий плюс. Я бы добавил ему за пропаганду любви к братьям нашим меньшим. Ведь на своём примере стрёмный не раз показывал своё неравнодушие брошенным домашним животным. И на всех стримах он то и делал, что собирал донаты для того, чтобы купить побольше корма в приюты для животных. Да и дома у него, мне кажется, тоже скоро свой приют откроется. И если вы хоть раз мельком смотрели его ролики, то явно могли заметить кучу живности, мелькающей в объективе камеры. И если быть точным, то вместе с ним, помимо его женщины, живёт ещё два котика и пёсик. А своего кота по имени Жора, который принимает участие в каждом ролике, стрёмный, которого тоже, кстати, Жорой зовут, подобрал ещё котёнком еле живого на улице. Так что определённо, это очень хорошее качество, особенно для блогера с такой подрастающей аудиторией. Из-за этого, естественно, в его копилку отправляется ещё один блюзик. А мы двигаем дальше. По звуковому содержанию ролики стрёмного достаточно информативны. Но что касается видеорядом, то здесь дела обстоят чутка похуже. Безусловно, если это очередной анбоксинг, смотреть интересно. Но если видос просто разговорный, то появляется ощущение некой недополненности. Так как всё-таки хочется видеть лицо того человека, который задвигает тебе такие важные житейские темы. А одной руки в кадре, ну как по мне, не слишком хватает. И эта однообразная картинка каждый раз уж слишком быстро надоедает. Не знаю, будет ли стрёмный что-то в будущем менять, но пока что его позиция такова. Пока что Жора не хочет, чтобы его узнавали на улицах. Но я всё же считаю, если ты пришёл на ютуб, люди должны знать в лицо своего героя. И мне кажется, что он ещё откроется своей аудитории. Ну а пока за это я поставлю минус. Ещё раз повторюсь, субъективное мнение. За его творчеством я наблюдаю уже давно. Можно сказать, с первых подписчиков. И за это время я хорошо узнал его как человека. И могу сказать, что этот парень просто делает то, что ему по кайфу. И никогда не идёт на конфликты. Всю критику воспринимает трезво и всегда на короткой ноге со своей аудиторией. В общем, как человек он достаточно хороший. Со своей точкой зрения и взглядами на жизнь. Что касается контента, то всё тоже в целом годно. Исправить пару нюансов, о которых я выше сказал, и аудитория увеличится в разы. Лично я, из всех каналов, делающих видосы про шмот, котирую только стрёмного. Хоть и начинал он с контента, похожего на мой, это продлилось недолго. Он сразу понял, что эта ниша занята. И начал делать исключительно свой формат. Когда все остальные просто слезали всё подчистую. Набрали своих 30-50к аудитории и гнут пальцы, что это, мол, у них идеи кто-то пиздит. Но мы-то с вами все прекрасно понимаем, что это лишь вторичное сырьё. Но а стрёмного рекомендую. Ему можно верить хотя бы потому, что за его спиной есть некий багаж жизненного опыта. Человеку как-никак, а 29 лет. И уж что-то он в жизни понять точно успел. А смотреть малолеток, которым пивко в магазе даже не продают, такое себе дело. На этом у меня всё. Пишите в комментах свои советы по тому, как можно разнообразить данный формат. Что добавить, что убрать, дабы создать идеальный контент. Ну и естественно, предлагайте в комментах творчество какого блогера мне разобрать в следующем ролике. Ну а если формат не зашёл, тоже дайте знать. Буду очень признателен. Ну а пока, всем пиз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok